Десна ТВ Годовщина гибели советского военачальника генерала Владимира Качалова. Когда немцы подбили танк, они пытались долгое время достать генерала из люка. 31 июля начался капитальный ремонт моста через водосброс Десногорского водохранилища у Кургана Славы. Подрядная организация обещает сделать переправу шире и безопаснее, основательно обновив ее конструкцию. Мост через водосброс у Кургана Славы соединяет Десногорск с садоводческими товариществами. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей в обе стороны. При этом качество конструкции уже не соответствовало духу времени. Сейчас будет работа производиться на два этапа. Первым этапом мы будем разбирать первую половину моста по правой стороне. Замена будет балок пролетного строения с восстановлением потом асфальтового покрытия. Вторым этапом будет производиться также левая сторона. Сделать переправу современнее и безопаснее планировали еще в апреле этого года. Но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Из-за этого работы начались только 31 июля. Но их темп планируют ускорить, не в ущерб качеству. Отремонтированный мост будет шире, пешеходная дорожка через него будет безопасной. И все свободно смогут проходить не по проезжей части, как сейчас, а по пешеходной дорожке. Подрядчик обещает работать в две смены круглосуточно. Таким образом, объект должен быть сдан до начала 2021 года. Пока же автомобильное движение ограничено и будет регулироваться светофором. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Генерал Владимир Качалов стал одним из первых героев начального периода Великой Отечественной войны. Но мужественный поступок, привлекший его к гибели, руководство страны признало многими годами позже. Куда мы не идем, вот сплошь рядом, окоп на окопе, траншеи. Вот здесь все это осталось с тех пор, с тех времен. Лесной массив к северу от города Рославля. В конце июля 1941 года здесь находилась 28-я армия генерала Владимира Качалова, которая двигалась на прифронтовые рубежи. Дивизиям было приказано нанести поражение группировки фашистских войск, вышедшей в сторону Смоленска. Немцы находились с этой стороны. То есть Рославля они взяли, тут практически 15 километров до Рославля, и они захватили, это уже все было у них. Поэтому они вынуждены были на восток уходить на Якимовича. Драматизм ситуации, в которой оказалась 28-я армия, иллюстрирует фрагмент из воспоминаний рядового участника боев солдата-пехотинца 145-й стрелковой дивизии Андрея Трубача. Вечером, 1 августа, в подразделение дивизии прибыл командующий, генерал Качалов. Отдал приказ на отвод частей в восточном направлении, указав два маршрута отвода – на Лысовку-Старинку и второй – к Рославлю. Через топки и болота, и леса часть подразделения 595-го стрелкового полка пробилась к Десне. Долго еще в течение августа мелкими группами пробивались наши бойцы к востоку, к реке Десне. Попытка прорвать кольцо окружения войскам группы Качалова не удалась. Вырваться смогли лишь несколько бойцов. Около 300 воинов погибли или попали в плен. 4 августа на месте боя пал и Владимир Качалов. Когда немцы подбили танк, они пытались долгое время достать генерала из люка. Но так как он был очень плотный мужчина, им это не удавалось. Затем они у кого-то из крестьян одолжили супонь. Это такая деталь, которая хомут лошади. В принципе, лошадь в каждом доме была. За шею и вытащили его из люка. 16 августа 1941 года грянул приказ Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии, объявивший Качалова изменником Родины. Он был подписан председателем Государственного Комитета Обороны Иосифом Сталиным и был зачитан во всех соединениях, частях и подразделениях Красной Армии. Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу. Возможной причиной приказа стала посмертная фото генерала. Немцы отретушировали изображение, представив Качалова живого, сдавшегося в плен. Между тем, очевидцы рассказывали, что генерал и его экипаж были захоронены на месте событий под деревней Старинка. И когда в 1952 году была проведена эксгумация, с участием медэкспертов было установлено, что да, действительно Качалов здесь. Одежда на останках тоже подтверждала, что здесь похоронен генерал, потому что на брюках были лампасы видны, одежда была более высокого качества, чем на других офицерах. В том же октябре 1952 тело было перезахоронено, а в декабре 1953 года обвинительный переговор против генерала был отменен. Владимир Качалов нашел свой покой в 15 километрах от места гибели, в Стадолище, ныне поселке Починковского района. Это место является центральным местом патриотического воспитания нашего молодого поколения. Ежегодно и регулярно здесь проходят все мероприятия, посвященные датам Великой Отечественной войны. И наш долг – свято чтить и хранить память о великом подвиге легендарного генерала-лейтенанта Владимира Яковлевича Качалова. В этом году трагическим событием, повлекшим смерть генерала Владимира Качалова, исполняется 79 лет. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска о погоде. 4 августа в Десногорске облачно возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 23, ночью до 13 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна-ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok